Страницы интернет-изданий Вы знаете, кому принадлежит, как называется и кем сконструирован самый большой самолет в мире? Думаете, что инженерами Боинг? Вы ошибаетесь, но сегодня мы расскажем вам об этом самолете-гиганте, который принадлежит Украине, а был построен усилиями тысячи людей со всей территории СССР. Но перед тем, как мы начнем, напоминаем вам, дорогие друзья, что если вам нравится наше видео, то ставьте лайк, пишите в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Колосс в мире авиации, о котором сегодня пойдет речь, называется МРИЯ, что в переводе с украинского языка означает «мечта». Летающая мечта стала самым большим и грузоподъемным самолетом в мире. МРИЯ установила около 200 мировых рекордов, которые не были побиты до сих пор, в том числе транспортировка самого тяжелого груза. Самолет конструировался в конце 80-х на Украине специалистами ОКБ имени Антонова и получили аббревиатуру АН-225. Задача, которую получили конструкторы, была уникальна и амбициозна. Нужно было построить самолет, способный транспортировать сверхтяжелые грузы до 250 тонн. Кроме того, МРИЯ должна была стать одним из звеньев космической программы СССР «Буран Энергия». Планировалось, что АН-225 будет поднимать на фюзеляже советский шаттл «Буран» и прямо с борта самолета стартует в космос. Такой способ мог бы значительно удешевить полеты «Бурана». Кроме того, это позволило бы экономить топливо советскому шаттлу и выводить на орбиту больше полезного груза. Задача стояла нетривиальная, а на ее выполнение было выделено всего несколько лет. Удивительно, но советские конструкторы справились, и от чертежей до первого полета прошло всего два года. Конструкторское бюро имени Антонова имело большой опыт создания транспортных самолетов. За основу для нового проекта был взят уже достаточно хорошо отработанный для того времени самолет АН-124 «Руслан». Двигатели, множество узлов и технических решений было взято именно с этого самолета. На Мрию решено было установить еще два дополнительных двигателя, увеличить фюзеляж и размах крыла, но оставить такую же, как на «Руслане», аэродинамическую модель. А надо сказать, что она считается одной из самых удачных на сегодняшний момент. Корпус нового самолета был укреплен, а сверху советские инженеры установили специальную установку для «Бурана». Хвостовое оперение Мрия было выполнено так, чтобы в случае пуска космического аппарата самолет не терял управляемость. В 1988 году АН-225 совершил свой первый полет, а уже в феврале 1989 году полетел в Париж с «Бураном» на фюзеляже. Новый самолет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Инженеры и конструкторы ликовали, но гиганта ожидала непростая судьба. С развелом Советского Союза и закрытием проекта «Буран» самолет Мрия стал просто никому не нужен. ОКБ Антонова законсервировало уже готовый образец и оставило его на хранении на аэродроме под Киевом. Кроме этого образца АН-225 строился еще один, но его создание было заморожено. Через семь лет о самолете-гиганте вспомнили, после диагностики и ремонта самолет снова поднялся в воздух и начал выполнять коммерческие рейсы. Сейчас самолет входит в состав украинской авиакомпании и используется для перевозки необычных и негабаритных грузов. Например, турбина для ТЭС в Армении, которая стала самым тяжелым грузом, перевозимым по воздуху в истории мировой авиации. А вот судьба второго самолета-гиганта гораздо печальнее. За 20 лет его удалось создать на 60%, однако закончить его пока не удается. Кроме того, недостроенный самолет готовый продать за 120 миллионов долларов. В 2016 году появилась новость о том, что покупатель нашелся. Китайская авиакосмическая корпорация заявила о том, что поможет достроить второй АН-225, после чего станет выпускать его по лицензии на территории Китая. Многие предрекали мрею судьбу недостроенного авианесущего крейсера «Варяг», который Украина продала Китаю. Корабль был продан Пекину, якобы для постройки в нем казино. Но после прибытия «Варяга» корабль поставили в док, достроили и включили в состав военно-морских сил Китая, как первый авианосец. А чуть позже, используя технологии из бывшего советского корабля, построили и свой собственный авианосец. Однако с АН-225 получилась совсем другая история. Китайцы заполучили все интересующие их технологии и часть украинских инженеров, которые занимались проектом. Сам самолет достраивать пока никто не торопится, зато появились сведения о том, что Пекин начал разработку своего сверхгрузоподъемного транспортного самолета. Пока неизвестно назначение нового китайского детища. То ли новый самолет будет конкурировать с Мрией в грузоперевозках негабаритных грузов, то ли китайцы рассчитывают использовать его в программе, аналогичной советскому проекту «Буран Энергия». Кроме того, после получения технологий для АН-225, Китай получил и огромное количество технологий к транспортному самолету АН-124 «Руслан», так как именно он лег в основу Мрии. Так почему же прошло уже 4 года с даты заключения соглашения между Украиной и Китаем, а мы пока так и не увидели ни второй достроенный экземпляр, ни аналог родом из Поднебесной? Казалось бы, самолет уникальный, есть один уже функционирующий образец, создавая новые самолеты, продавая и завоевывая рынок. Но все просто только на первый взгляд. Первое, что мешает достроить еще одну Мрию – потеря технологий и разрыв многих связей между бывшими республиками СССР. Несмотря на то, что основная разработка и сборка АН-225 велась на Украине, и этот самолет является гордостью украинской авиации, все же многие узлы и системы самолета разрабатывались и собирались в других регионах бывшего Союза. Например, крылья для самолета создавали в Ташкенте, пилотажное оборудование в Москве, а шасси – в Нижнем Новгороде. Кроме того, эти образцы были первыми ласточками проекта, а значит, многие детали производились в единственном экземпляре, и технологии их изготовления уже утеряны. Чтобы вновь разработать недостающие технологические звенья, нужны крупные финансовые вливания в этот самолет, а их нет. Инвесторы не хотят строить самолет-гигант, так как он просто не нужен рынку в серийном исполнении. Негабаритных и сверхтяжелых грузов, которые надо перевозить по воздуху, не так много. Зачастую проще транспортировать подобные грузы морем, либо разобрать их и собрать изделия уже на месте. Для подобных целей миру нужны еще два-три Мрии, но никак не десятки или сотни, а ради двух самолетов никто не будет тратить миллионы долларов. Бизнес – ничего личного. Есть еще один значительный минус у АН-225. Гигантские размеры самолета и огромный вес не позволяют ему приземляться на многих аэродромах. Особенно критическая эта проблема становится тогда, когда нужно доставить неразборный крупногабаритный груз. Если аэропорт не сможет принять такой груз, а ближайший находится в тысячи километров, то как перевозить такой груз к месту назначения? Поэтому гораздо большей популярностью в грузоперевозках пользуется не самолет-гигант, а его младший брат и конкурент АН-124 «Руслан». Судьба этого самолета тоже была непростой. Однако сейчас «Руслан» стоит на вооружении нескольких стран и активно используется частными компаниями. АН-124 стали разрабатывать в СССР в середине 60-х, как ответ американской программе по созданию тяжелого транспортника Lockheed Galaxy. Самолет рождался в муках почти 15 лет, так как новое воздушное судно должно было стать абсолютно новым шагом в авиации. В «Руслане» было использовано много инновационных решений, таких как суперкритическое крыло, которое разрабатывала Ташкентская КГБ, навигационный комплекс и электродистанционная система управления. Много проблем у советских конструкторов вызвали двигатели. В начальный период разработки машины, подходящих под ТТХ самолета двигателей, в СССР просто не существовало, и было решено купить партию двигателей Rolls-Royce в Соединенном Королевстве. Однако британцы отказались продавать мелкие партии, и договориться с ними не удалось. После этого советские конструкторы разработали собственную силовую установку, которая оказалась даже лучше иностранных аналогов. Также нашим инженерам пришлось с нуля разрабатывать систему автоматического управления полета, Руслан стал первым советским транспортником, на который была установлена подобная аппаратура. Также на Руслане использована необычная система для загрузки самолета. В большинстве транспортников аппарель открывается сзади, а в советском самолете открывалась со стороны кабины. Кроме того, передние шасси имели специальные гидравлические стойки, которые опускали нос самолета для удобной погрузки. Была проделана колоссальная работа, создано около 40 вариантов исполнения модели для проверки аэродромника. Постоянно требовались создания новых уникальных узлов и агрегатов. Несколько раз самолет возвращали на доработку, когда проект был на завершающей стадии практически готовый и начинали делать с нуля. Но ценой всех этих мучений стал один из самых надежных транспортных самолетов в мире. Наработки Руслана легли в основу нового самолета и позволили всего за два года создать уникальный проект «Мрия». Не было бы Руслана, не было бы никогда и «Мрия», а не было бы и СССР, не было бы и обоих этих проектов. Сейчас на фоне ухудшения отношений между Россией и Украиной в интернете возникают ожесточенные споры на тему того, кто создал, кому принадлежит и кто имеет больше прав на уникальный самолет-гигант. Многие украинцы считают, что так как разработан и построен самолет был на Украине, то и все права принадлежат этой стране. Тем более, что и ОКБ Антонова и сам самолет «Мрия» остались на территории страны. Российские же пользователи интернета апеллируют тем фактом, что «Мрия» была построена и разработана для большого проекта «Буран», и отдельно такой самолет никогда создан бы не был. Мы считаем, что ломать копья на эту тему бессмысленно, а правда находится посередине. Ни Россия, ни Украина отдельно не смогли за 20 с лишним лет независимости создать что-нибудь подобное. Как бы там ни было, но вместе советские республики создавали мечту, запускали космические корабли и верили в светлое будущее. Пусть это и немного наивно, но было искренне.